Доброе утро, мои хорошие! Если утро начинается с ласкового твикса, это уже хороший прогноз. Сладость мамина. Сегодня у нас очень насыщенный день, который начался в 9 утра. Да. Жена моего брата выписывается из больницы. У неё наконец-то родился малыш, я уже видела фотографии. Вот, сейчас мне надо спуститься и купить два тортика. Одеться, нарядиться и на всё при всё. У меня 20 минут, прикиньте, я проспала. Хотя попросила брата меня разбудить, он меня разбудил. Как вы думаете, что я сделала дальше? Продолжила спать. Вот, поэтому нужно со скоростью света всё это сделать. Но я знаете, на что надеюсь. У моего брата есть такая привычка. Он вещи, например, говорит. Пол 11-го будь внизу, будь готова. Это значит, будь готова где-то в 11 или даже в 12. Поэтому, рассчитывая на его непунктуальность, я думаю, что я всё успею. Я сегодня хочу надеть это платье. Обязательно его поглажу. Это всё так не останется. И замиксовать всё это ремешком вот этим вот. Заказывала его на Шейн и платье, кстати, тоже. Я вот не знаю, есть ли у меня время спуститься вниз и купить капроновые колготки. Или надеть это платье с обычными колготками. Вот я не знаю, что делать. Надо уточнить. По идее, у меня времени нету. Но, возможно, всё. Дурачок домой. Твикс. Твикс. Посмотрите на него. Вот постоянно он так делает. Домой, солнышко. Домой. Как я и предполагала, мой двоюродный брат сказал мне одно время. А выходим мы в совершенно другое время. Он ещё заказывает цветочки. Я в маске спускаюсь вниз. У нас есть здесь Азза. Там я как раз-таки возьму тортики. И сейчас думаю, блин, где же купить колготки. Вообще, надо такие вещи покупать и оставлять у себя. Вдруг понадобятся вот такие вот мелкие вещи. Ну, конечно, Айка не предусмотрительная. Погода у нас просто бомба. Так жарко. Можно же без кучки ходить. Ни ветерка, ничего. Супер. Уже второй супермаркет, в который я иду в поисках колготки. Мне сказали, что здесь есть, но только я не вижу конкретно где. Наконец-то нашла. Надеюсь, что нормальная колготка окажется. Никакая-то фигня. Стоит, потому что недёшево. Вот такие тортики здесь есть. Разных размеров. Но мне больше всего нравится вот этот вот. Он невероятно вкусный. И внутри как будто кусочки шоколада. Стоит он 26 манат. Наверное, таких два возьмём. Или, может быть, разные взять. Даже не знаю. Также здесь у них есть такие вкусные пироженки. Вот такие вот. В общем, здесь просто рай для сладкоежек. Вы знаете, я решила ещё что-то взять из сладостей. Мне понравились здесь макаруны. И эклерчики классные. А для эклеров упаковки нету? Я люблю упаковка с ёпкой. Они просто продажи. Они два штучна. Да, штучна. Я уже дома. Сейчас вам покажу. По идее, логично было бы взять два тортика разных. Но я просто пробовала у Азы этот тортик. Это просто волшебство. Это просто нечто. Я, кстати, поменяла режим камеры. Мне кажется, так намного лучше. И второй тортик. Он абсолютно идентичен. Это очень вкусный торт, на самом деле. Я его просто обожаю. Поэтому решила взять два одинаковых. А ещё я взяла вот такие вот макаронс. Макаронс. Или как они правильно называются. Эх, аппетитненько-то как. Посмотрите. Красота просто. Я ещё хотела, кстати, взять эклерчики. Но у них упаковочка была немножко помята. Поэтому не стало. И здесь такое пространство. И ощущение, что я один съела. На самом деле нет. Так и было изначально. Теперь запаковываем всё обратно. И убираем этого дурачка. Который с удовольствием. Сейчас бы это попробовал. Знаете, у него такой характер. Он есть не будет. Но обязательно поиграется с едой. Теперь у нас колготка есть. Со скоростью света я сейчас глажу это платье. И одеваюсь. И показываю вам, как эффектно я выгляжу. Я думала, только я безответственная. Оказывается, брат тоже безответственный. Кстати, новая машина брата. Впервые сажусь. Может немножко приубавить звук. Уменьшить. А то сестрёнка деньги не заработает. Понимаешь? Монетизацию снимут и всё нафиг. В общем, я не накрасилась. Посмотрите. Я не успела накраситься. Прикинь. Минус шат. Да ничего. В чем тебе накраситься? А во сколько мы точно там должны быть? Я всё уже опоздалил. Уже опоздалил. Будем за врача ловить у друга. Да? Он опоздал, всё, батарея. Прикиньте, мы опоздали. Ну я всегда как бы слышала, в час выписывают, в два нет. Да, я просто... Дело в том, что её врач только специально из-за неё приехал. А, у него сегодня выходной, наверное, да? Нет, он просто ушёл из-за этой базы. А, понятно. Из этого шарика не обойдётся. Ай, ну, из этого шарика не обойдётся. Не надо такой большой. Большой не надо? Смотрите, какие ужасные колготки. Ужас просто. Уже все в затяжках. Вот, ещё здесь. Ты моё школьное не видела. Ещё хуже? У нас парты сломанные иногда бывают из-за достальших классников. Так что... Так что я ещё счастливая. А это, кстати, мой племянник. Чамиль, передай привет всем. Привет всем. Красавчик мой. Едем за его, кстати, братиком. У него родился братик. Ты уже видел фотографию братика? Да. Я тоже видел такой милый, но он на тебя не похож абсолютно. Он больше, мне кажется, похож на фервану. Хотя говорят, что дети потом меняются. То есть, когда рождаются, они такие чёрненькие, красненькие. Вот. А потом уже со временем меняются. Даже цвет класс меняется, говорят. Взяли цветочки. Два вот таких букета. Так что, если что, мы опоздали из-за этих букетов. Прямо здесь оперативно надуваем шарики. Завязываем между собой, потому что мы опаздываем. Потому что мы команда. Да. Так что, Эмильчик, когда вырастет, будет смотреть это видео. Не обижайся на нас. Дай ножнички, Альбина. Все, мы доехали. Здесь вот такое прекрасное здание. Ой, господи, что я делаю? И вот это вот больница. Гранд Хоспитал. Здесь мы осталось украсить машину. Прикиньте, мы до сих пор машину не украсили. Какие безответственные иллюзии у нас. Здесь вот такая вот ёлочка. Есть и другие, что встречают девочку. Я с букетом стою. Брат паркуется. Вот, альбиночка с другим букетом. Шары нам тоже доставили. Такие голубенькие. Итсбой. И этот маленький совсем вот такой низкий. В общем, вот так. Счастливый отец выглядит вот так вот. Какой галстук. Какой прикид. Ты трюшки купила? Что? Тюшки купила? Я макаронки купила ещё. Они, по-моему, остались в машине. Макаронки, это такие спички? Ты их любишь? Да. А ты нет? Короче, мы ждём внизу. Немножко пофотографировались с этой ёлочкой. Но пока что фармана нет. Уже столько людей выписалось. На самом деле девочки. Ой, букет. Прошло уже полтора часа, даже два. Мы до сих пор здесь. Переместили шарики сюда, потому что холодно сидеть около двери. Ждём, ждём, всё никак. Уже здесь в зале никого нет. Все уже выписались. Только мы остались. Ждём. Вот у меня здесь цветочки. У племянницы вообще терпения не осталось. Она говорит, давай поднимемся. Зал уже пуст. Зал уже дамя. Ооо, неужели, неужели. Торманочка. Торманочка, это тебе. Я вам, кстати, не показала свой лук. Вот так вот я пошла. И сапожки. Я уже дома. Как мне понравился этот малыш. Это просто нечто. Он такой милый. Кстати, назвали Эмиля. Помните, я вам снимала гендер-пати ещё? Да. Прикиньте, у Эмиля есть на память видео. Надеюсь, что до его взросления это видео останется в Ютубе. И он может посмотреть, как родители обрадовались тому, что он, то есть мальчик появился, появится в их семье. Так что это всё на память. Вот иногда думаю, если бы даже у меня не было, наверное, канала на Ютубе, я бы, наверное, всё равно снимала для себя влоги. Влоги о своей жизни. Когда мы с моим парнем только начали встречаться, каждый раз, когда мы виделись, мы снимали видео, а потом соединяли это всё во влог. Ну, потому что это как-то остаётся на память. Такая ностальгия, правда, эту память хранить я не особо умею. У меня вечно всё теряется, вечно всё пропадает с флешек. Ну, да ладно. Сегодня, кстати, я была в сапожках, которые мне подарил мой парень. Мы ходили вместе и выбирали. Они безумно удобны, безумно классно смотрелось. Единственное, у меня не было махуяжа. В общем, я была без макияжа. И, кстати, я начинаю привыкать к этой камере. Реально я привыкаю. Единственный косяк, я так и не успела погладить. Поэтому выглядело так себе. Поэтому сейчас хочу собрать все вещи, которые нужно погладить. И погладить. Вот, так что займусь телом. Потом надо обработать фотографии, которые мы сделали сегодня, и кинуть. Теперь ваним. Я сама не люблю ждать. И долго прям ждёшь, пока тебе скинут фотографии и так далее. Обычно фотографы так делают. Вот, поэтому надо сегодня вечером решить этот вопрос тоже.